привет друзья вы задумывались почему каждому двигателю делается своя турбина почему производители выпускают такую огромную линейку турбокомпрессоров каждому автомобилю бывает и не по одному почему нельзя сделать одну турбину на все двигатели нет я сейчас не говорю о ориентации фланцев пространстве и компоновки я говорю о начинке то есть картриджи трубокомпрессора почему не сделать один картридж и не ставить его на все автомобили все двигатели любых мощностей скажем сделали турбину на тысячу сил и ставим на все двигатели от одного литра до 10 литров почему же нет может быть производители хотят получить больше денег поэтому выпускают такое количество номенклатуры турбин давайте в этом разберемся сегодня я хотел бы поговорить о различных особенностях турбокомпрессора и почему производители все-таки выпускают такую огромную линейку бывают ли турбины дающие много крутящего момента на низах и высокую мощность на верхах или это всегда сплошной компромисс если мы будем выбирать турбину для городского автомобиля мы бы хотели получить максимум крутящего момента в самом низу чтобы нам было комфортно перемещаться по городу перестраивается и ускоряться а если бы мы хотим много мощности то нам уже нужен другой турбокомпрессор который уже не такой отзывчивый в городе не доставляет такого же комфорта как маленький так почему так происходит почему не может одна турбина быть универсальной иметь быстрый спул и высокую мощность почему постоянно какие-то компромиссы может это вообще заговор производители турбин на данный момент я не знаю турбины которая способна была бы на двухлитровом моторе выдать пик крутящего момента на трех тысячах оборотов и иметь мощность 600 лошадиных сил обычно на двухлитровом если мы имеем 600 лошадиных сил то и полный буст мы имеем в районе четырех четырех с половиной тысяч оборотов почему так происходит для начала рассмотрим устройство турбокомпрессора конкретно три важные вещи которые влияют непосредственно его характеристики первое это вал турбины с турбинным колесом если все это упростить то эту часть мы можем представить как двигатель для нашего компрессора двигатель который приводит крыльчатку в движение за счет энергии выхлопных газов для работы этого двигателя требуется создать давление на лопатке этого колеса чем больше радиус колеса тем меньшее давление нам потребуется для создания крутящего момента на валу чем больше колесо тем больше инерция но обладает а следовательно если больше инерция то меньше отзывчивость турбины хуже реакция до наше нажатие педали акселератора чем меньше колесо тем меньше инерция но из-за того что у нас плечо уменьшается нам нужно прикладывать большее давление выхлопных газов на него чтобы поддерживать ту же мощность как на большом колесе но большее давление выхлопных газов нам необходимо на рабочем режиме повышение давления перед турбины создает проблемы на такте выпуска у двигателя давление возрастает двигателю сложнее очищаться и большее количество выхлопных газов остается в камере сгорания тем самым занимая место в ней и не давая топлива воздушной смеси полностью наполнить цилиндр чем выше давление тем больше отработанных газов у нас остается в камере сгорания и тем хуже наша будет объемная эффективность у двигателя второй важный момент это корпус турбины корпус турбины это домик для нашего турбинного колеса зависимости от его размеров будут меняться характеристики турбины нашего мотора для компрессора от этого корпуса зависит с какой скоростью под каким углом выхлопные газы будут выходить на турбинное колесо это очень важная часть которая влияет на характеристики турбины практически не меньше чем само турбинное колесо от корпуса турбина зависит как быстро мы выйдем на заданный надув и какую максимальную мощность мы сможем по итогу получить потому что корпус турбина непосредственно тоже влияет на противодавление противодавлением я называю давление которое создается между выпускным клапаном двигателя и горячим корпусом турбины чем больше размер корпуса тем позже мы получим выход на заданное давление и ниже противодавление чем меньше размер корпуса тем раньше мы выйдем на наш целевой надув но получим более высокое противодавление обычно размер корпуса обозначается AR. Чем выше это значение, тем больше корпус. Третий. Третий у нас это холодная крыльчатка или компрессорное колесо. Эта деталь изготавливается из алюминиевого сплава методом литья или фрезеровки. Фрезерованные или билет колеса считаются более крепкими, то есть способными выдерживать большую угловую скорость и большую скорость работы турбокомпрессора. За счет этого они могут потреблять больше воздуха и выдавать выше давление. Важным параметром компрессора, который доступен к измерению любому автолюбителю, является размер индюсера и эксдюсера, то есть входа компрессора и выхода компрессора. Отталкиваясь от этих значений, можно примерно представлять, какой объем воздуха способен прокачать данный компрессор. Компрессорные колеса имеют разный дизайн. За 20 лет они довольно неплохо усовершенствовались. Если мы возьмем в пример тот же Garrett GT3076 и GTX3076R Gen2, то последний при равных размерах способен пропустить через себя на 30% больше воздуха. Какова же идеальная турбина, дающая везде много воздуха и на низах, и на верхах. По горячей стороне для быстрого отклика нам нужно маленькое турбинное колесо с маленьким корпусом, тогда мы получим хороший отклик на педаль газа. А для большой мощности нам нужно большое турбинное колесо с большим корпусом, чтобы получить низкое противодавление и хорошую очистку двигателя от выхлопных газов. И тут изобретательный ум скажет, берем маленькое турбинное колесо, маленький корпус, получаем быстрый спул, все лишнее противодавление, которое мы получили из-за маленького корпуса, мы скидываем без гейт. Противодавление уменьшается. А на другой конец этого вала мы повесим большущий компрессор, который способен качать нам много воздуха. Тем самым мы получим и ранний отклик и очень много воздуха. Вообще просто идеальную турбину. Нет, ребята, так не получится. Не стоит забывать, что турбинное колесо с корпусом это единый механизм с определенными параметрами, с определенными техническими характеристиками. Так что сбросить с него лишнее давление не получится. Если мы сбросим с него лишнее давление, то он у нас перестанет вращаться с нужной нам скоростью. Понимаете? Просто на турбину станет подаваться меньше выхлопных газов и она снизит свои обороты. Но проблема не только в этом. Компрессорная часть тоже имеет свой диапазон работы. И большой компрессор не сможет давать большое давление на маленьком расходе воздуха. Он будет находиться в сурж-зоне. А малый компрессор не сможет обеспечить большой поток воздуха из-за своего физически малого размера индюсера. Вот и получается, что универсального турбокомпрессора на все двигатели не существует. Это физически невозможно. Это не заговор производителей турбин против автолюбителей и тюнеров. Это обыкновенные законы физики, с которым производители турбин борются, совершенствуя свои дизайны, совершенствуя материалы, которые снижают вращающуюся массу, снижают инерцию. Дизайн компрессоров, который позволяет пропускать больше воздуха через себя. Различные идеи вроде твинскролл и антисурж позволяют улучшить отклик турбины и расширить диапазон работы компрессора. Благодаря всем этим примочкам производители пытаются как-то совладать с законами физики. Именно по причинам физических ограничений автолюбители постоянно подбирают турбину, более подходящую под свой двигатель. Им постоянно приходится балансировать между высокой мощностью и хорошей отзывчивостью турбокомпрессора. О том, как подобрать турбокомпрессор к своему двигателю, как пользоваться калькуляторами, которые создали для нас производители, как читать турбокарты, я расскажу в следующем видео. Задавайте свои вопросы в комментариях. А если вы новичок и есть какая-то тема, которая вас интересует по тюнингу, обязательно напишите тоже о ней. Я постараюсь ее осветить в следующих выпусках на своем канале. Всем спасибо, всем пока!